Мячик жёлтый я кручу, я с вами познакомиться хочу. Передаю мячик Маше. Маше, ты кому передашь мячик? Здравствуйте. В 2015 году детский сад номер 6 стал доступным для ребят с ограниченными физическими возможностями. Тогда здесь начал реализовываться проект по инклюзивному образованию лекотека. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Его суть в том, чтобы особые ребята занимались, общались и развивались вместе со своими сверстниками. Для занятий при поддержке гранта было закуплено специальное оборудование – песочные столы, массажные комплексы, необходимый материал. Старались материал закупать очень интересный. То есть мы закупили гипс, всё, что нужно для игры в воде, цветное тесто. Но педагоги не стали останавливаться над достигнутым. Как продолжение данного проекта написали новый – тепличный городок. И вновь получили грантовую поддержку. Ребята узнали много нового о растениях и даже собрали свой первый урожай. На сегодняшний день детский сад «Дюймовочка» – единственный в Урае, где особенных детей обучают вместе с обычными. У каждого малыша с проблемами здоровья есть возможность с раннего возраста быстрее адаптироваться к окружающему миру и найти новых друзей. Дети, которые имеют особые возможности здоровья, имеют возможность общаться с обычными детьми детского сада. И мы замечаем, что наши детки, они очень трепетные и очень тепло относятся к ним. Они помогают, им очень нравится общаться с ним. А вот еще один пример – клуб «Робототехника». Победа в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» дала новый толчок в развитии технического направления. На полученный грант были приобретены четыре робототехнических конструктора для детей. В комплекты входят программируемый модуль, моторы и датчики, из которых можно в два счета соорудить настоящего робота, а затем запрограммировать его. Все зависит от фантазии юного инженера. До приобретения оборудования здесь занимались всего несколько десятков мальчишек. Сегодня число возросло до 60, а интерес к технике появился и у девочек. Несколько лет назад сотрудники юности Шиима выиграли грант конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл» для проведения фестиваля. Такого конкурса, в котором могли бы принять участие не профессиональные артисты, а любители, вне зависимости от профессии, будь то врач, педагог или нефтяник, в городе еще не было. Назвали его «Свежий ветер». Такое творческое состязание полюбилось урайцам. Накануне концерт фестиваля прошел уже в пятый раз и традиционно собрал на представлении полный зал. Это несколько примеров, когда грантовая поддержка интересную идею превратила в жизненно важный проект. Ксения Владимирова специально для новостей.